Всем привет! Сегодня на обзоре самая мощная блютуз колонка от Tronsmart под названием Element Mega. Не так давно мы с вами уже рассматривали некоторые модели от этой фирмы, такие как T6 и Pixi. Самая сильная из них была T6 и ее максимальная мощность составляла 25 ватт. А вот колонка, о которой я сегодня вам расскажу, может выдавать целых 40 ватт качественного звука. Мы посмотрим, чем же кроме своей мощности она отличается от своих младших более дешевых моделей. И вообще, стоит ли переплачивать за нее или может лучше просто остановиться на модели T6. А в конце видео мы проведем очень крутой конкурс без репостов, в котором разыграем сразу 5 призов на ваш выбор. Итак, Tronsmart Element Mega поставляется в очень презентабельной упаковке. И я думаю, одна только эта коробка уже тянет на рублей 500. Трудно ей не уделить внимания, но по-моему даже новые айфоны кладут в более простые коробки. Ведь здесь даже в крышке есть встроенные магниты. Подняв эту самую крышку, мы видим колонку, а под ней маленькую черную коробочку. Ну и в самом низу есть инструкция на английском языке. В коробочку были спрятаны два кабеля. Один из них для зарядки с интерфейсом microUSB, а второй, как вы уже наверное догадались, это AUX. Взяв колонку в руки, первым делом хочется отметить ее немалый вес, а именно 660 грамм. Большую часть которого, скорее всего, составляют встроенные динамики и аккумулятор. Внешний вид колонки классический и можно даже сказать строгий. Ее корпус по кругу обтянут мелкой защитной металлической сеткой, под которой, кстати, проглядываются два динамика по 20 Вт и между ними виден низкочастотный пассивный излучатель. А с обратной стороны есть еще один. Придраться к качеству сборки у нас снова не получится, поскольку в компании Tronsmart собирают всю свою продукцию на совесть. С обратной стороны устройства находится линейный вход, он же AUX, переключатель ON-OFF, разъем для карт памяти microSD, а также гнездо зарядки. Снизу имеются две резиновые ножки, за счет которых колонка не будет скользить и прыгать на гладких поверхностях. А сверху находится сенсорная панель управления, на которой присутствуют четыре кнопки навигации, регулировка громкости и надпись NFC. К ней мы еще вернемся. В инструкции указано, что колонка имеет Bluetooth версии 4.2, а также в ней установлены целых два аккумулятора по 3300 мАч. Суммарно получается 6600. И этой емкости должно хватить максимум на 15 часов работы, но на полной громкости вы можете рассчитывать только на 4 часа. Еще прикольно, что она поддерживает технологию ТВС. Это означает, что вы можете подключить по Bluetooth сразу две таких колонки и в итоге получите довольно мощную стереосистему. Давайте же включим ее и посмотрим, как она работает и как круто горит в темноте. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. К тому же ночью вам будет удобно ей управлять. Если присмотреться, то видно, как мигает кнопка Play-Pause. Это говорит о том, что устройство ожидает Bluetooth-подключения. И здесь, конечно же, можно воспользоваться традиционным поиском Bluetooth-устройств. Но если в вашем смартфоне поддерживается функция NFC, то потребуется лишь поднести смартфон к логотипу NFC на колонке, о котором я говорил ранее. И устройства свяжутся между собой автоматически. Теперь послушаем несколько треков. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...